Тупик. Думаю, что многим людям знакомо это ощущение в своей жизни, когда кажется, что ты уже постучался во все двери и нигде тебе не открывают. Выхода нет. Или заработать, или воровать. Как еще жить? У нас не хватает денег. А живут хикуриные? В магазине под запись взяла я. До конца месяца дорабатываешь. И все, до свидания, прощаемся. Проходит время, ты работу не находишь. Вроде ты понимаешь, что уже можно как-то жить и на меньшие деньги. А то уже может быть даже и без них. Но трудовая книжка, она говорит, к сожалению, против класса. Если бы я была работодатель, сложила впечатление, что люди не хотят работать. Это же ваши выплаты, ваше будущее, ваши записи в трудовой книжке, в конце концов. Вот вас это не беспокоит? Мы сейчас с вами отъедем совсем недалеко от Калуги. На 74 километра и окажемся в деревне Торкотина Мещовского района. Если бы я жил один, было бы, конечно, значительно проще и легче. Без проблем. Один сам по себе. Как-то легче выкручиваться. А когда несешь ответственность, когда с тобой рядом еще близкие кто-то есть, конечно, значительно тяжелее. Ну, у меня дочь Ангелина. Вот. И жена. Домик небольшой. Здесь моя территория обитания, здесь Ангелина. Кухня маленькая, здесь типа как столовой. Территория Оксаны. Дом на два хозяина. А вторая половина не жилая. Вот я уже здесь 7 лет. Ну и до меня лет 10. То есть порядка около 20 лет, наверное, здесь реально на той половине никто не жил. Хотел делать ремонт, вот здесь вот, ну, отремонтировать дом как бы, да. Вот. Но, во-первых, один я вот это все полностью не потянул. А во-вторых, смысл делать половину дома, той половины, если его надо делать, ремонтировать. Фундамент общий, эта самая функция несет. Крыша тоже является общим. То есть это надо делать все сообща и все вместе. С работой здесь, ну, вот вы ехали, вот, может, обратили внимание, здесь глухомать. Я поехал в Москву, да. Ну, в Москве, естественно, как рыба в воде там. Там без работы там невозможно, там, я не знаю как. Ну, тебе не понравилось вот это. Отработал, доработал, договорился, все, денежки получил, руки пожали, все, разбежались. Бац, уже на следующий день уже работаешь, скажем, на другой работе. Я работал и промышленным альпинистом, и инженером производства технического обеспечения. На стройке работал. У нас здесь ездит автобус, возит рабочих. Это с птицефабрики Льва Толстого и с Ситроэна. Неоднократно писал заявки, отдавал. Устроиться на работу, да. То есть проверяют базу и... Нет, все, замок, вы нам не подходите. Почему? Служба безопасности не пропускает. Почему? Причина в чем? Мы не обязаны вам отдавать отчет. Я раньше то на току работала, а потом на телятнике. Ну, потом, ну, как телятника тоже, там ушла я обратно на ток. А после я устроилась на птицефабрику эти... Ящики мыть. Ну, я ящики мыла, а потом там подставили меня. Уже пришлось уволиться по собственному желанию. Вот что касается службы занятости, она у нас находится в Мещевске. Отмечаемся два раза в месяц. Автобус до Мещевска ходит два раза в неделю. Вот. Ну, работу предлагают, так как здесь работы в деревне нету никакой. Ближайшее, что это, могут в Мещевске предложить. Опять-таки, предлагают в Мещевске работу. Вот. И тут же со службы занятости. А как вы будете добираться? Для нас снег как праздник. То есть снег выпал, я где-то побежал, там где-то кому-то снег там. Где-то 200 рублей, где-то 300 рублей. Ну, что такое 200-300 рублей, это сейчас вообще так пошел в магазин. Летом, конечно, попроще. Летом где-то кому-то перепахать, где-то кому-то перекопать, где-то что-то такое там это. Настройки на какие-то. Если я не могу заработать, мне что делать? Мне тогда приходится или, не знаю, или заработать, или воровать, или как, я не знаю. Как еще жить-то? Эдуард Родионов и его жена Оксана сегодня у нас в студии. Эдуард, я правильно понимаю, что сейчас главной вашей проблемой является отсутствие работы? Совершенно верно. Сколько времени вы уже не можете ее найти? Ну, порядка двух лет. Вы с Оксаной перебиваетесь, в общем-то, случайными заработками. Случайными заработками, да. Это все неофициально, конечно. Это все неофициально, конечно. Оксана, а у вас какие варианты работы? Что вы делаете? У меня женщина в деревне, она многосломана, ей помогают в магазин сходить или снег почистить во дворе. Ну, то есть, фактически, как социальная работа. Я знаю, Оксана, что вы жаловались, что вам работу не дают из-за маленького роста. А можно ли мы на вас посмотрим повнимательнее? Вы могли бы встать? Оксан, вот сколько ваш рост? Метр сорок три. Сорок три. Ну, например, вот это действительно является проблемой при трудоустройстве? Я, напротив, с фабрики работала, со шкафчиков. Я не могла там достать, чтобы пыль протереть, то есть все. Кто-нибудь когда-то вам это в глазах говорим? Ну, как там напарницы говорили, что мы хоть считаем, что за ней всю работу делаем. А я там как убиралась, только что со шкафчика там, ну, где по росту нельзя достать. Ну, можно же было придумать какую-то лесенку, чтобы вы залезали, правда же? Ну, я там дома... Разные существуют приспособления дома. Как вот вы, например, справляетесь? Справляюсь с мужем дома. Это понятно. Но все-таки. Только как Оксана Русс, у меня от высоты голова еще кружится. То есть вам действительно сложно. Я знаете, чем была удивлена? Когда вы сказали, что вы мыли ящики и вас подставили. Как можно подставить на такой работе по мытью ящиков? Что это вообще такое было? Ну, они там что-то, что плохо моют ящики, а я так нормально мыла. Ну, не нравилось им, что я... Как, когда собираю ящики, слаживаю их в высоту, до верха я достать не могу. Я там просила какого-нибудь рабочих. Они, ну, как, ругаясь, ну, возмущались, что мы не свою работу выполняем, еще за ней. Эдуард, расскажите, какое было ваше последнее официальное место работы? Ну, официальное место работы, ну, так, год назад, ну, это не считай, что это там продолжительный срок. Работали на частной сыроварне. Вот, Оксана была уборщицей, я официально устроился там как бы грузчиком, но фактически, так как это частное предприятие, брали грузчиком, а выполнял всю работу. Это сразу обговаривалось? Да, предупредили сразу, но я готов был, тут предлагают работать, тем более... Почему же не сложилось? Два варианта. Значит, первый вариант, то, что про Оксану, вот, бригадиру нравилось, как она работает, вот именно сам бригадир. Начальнику ЦЭКа, это категорически почему-то она не нравилась. Или из-за того, что она маленькая. Вы думаете, какая-то личная неприязнь? Вот реально, да, вот, я потом уже коснулся к этой теме, когда уже вплотную подошел. Вплотную подошел по той причине, что, когда меня вычислили, что у меня сахарный диабет, вот, человек, который это заметил, он просто подошел к начальнику и сказал, вот у этого человека сахарный диабет, он меня вызвал и говорит, давай так, друг, до конца месяца дорабатываешь. Вот, и все, до свидания, прощаемся, потому что, не дай бог, что-то с тобой случится, я не хочу нести за тебя ответственность. Ну, как бы... И вы написали заявление по собственному желанию? Ну, мне просто-напросто пришлось. Это мы с вами поговорили про сыроварню, перед сыроварней. Какие еще у вас были места работы? Никаких, дома сидели. На птицефабрике. Ну, на птицефабрике. Ну, это то, что... На птицефабрике долго ли вы продержались? Ну, вот я сидя на мыл. Ну, я в 2014-м устроилась уборщицей, потом у нас сокращение было. И, это самое, я, ну, сидела дома, а после опять устроилась на птицефабрику. И, это самое, ну, меня взяли там в одну зону работать, а там я по росту тоже не получилась. Это самое, там, витамины этим птицам, ну, ветеринарным обработчикам же. Я ушла в клининговую компанию, а после уже, ну, перешла на уборщицу, на ящики мыть. А на ящики мыть, там, тоже сложновато там ящики высоко, ну, ставить. Аксен, а где-нибудь, например, вот ваш рост являлся преимуществом? Знаете, сколько людей страдают, наоборот, от слишком высокого роста? И хотели бы быть поменьше, между прочим. Я знаю. Бывали ли случаи, когда, наоборот, ваш рост становился преимуществом? Ну, и было, что тоже где-то один раз или что-то, что мой рост нужен был, что там пролезть, где-то надо было. Вот. Это где было? Тоже на птицефабрике. Тоже на птицефабрике. Ангелина, вот сейчас у Оксаны, у Эдуарда работы нет. Чувствуешь ли ты, что это отражается на твоей жизни? Да. У нас не хватает там денег. И мы хотим, чтобы вот, когда реки, чтобы устроились, чтобы у нас было нормальное будущее. Например, на что не хватает денег, расскажи. На что конкретно? Ну, иногда мы не можем себе много еды купить. Расскажи, вчера что ты ела? Вчера я ела борщ. Так, то есть мама нашла возможность. Оксана, с чего сварили борщ? С капусты. С желудков куриных. Ну, сёка там была последняя. И картошка, ну, чуть-чуть картошки была. Это ваша, которую вы выращивали ещё, да, осталось? А желудки куриные? Ну, в магазине под запись взяла я. То есть это вот когда приходишь в сельский магазин и говоришь, ой, дайте мне, пожалуйста, а у меня как появятся деньги, я отдам. Это часто вам приходится так делать, Оксана? Ну, иногда приходится. Когда если денег нет, тогда приходится. И как, вот дают? Ну, да, дают. Только, говорят, ненадолго, чтобы возвращали. Когда планируете вернуть? Ну, вот как, не знаю, как колын там. Как снег почистите где-нибудь, да? Нет, надо быть честным. У нас этот план растянулся уже на полгода. У нас там хвостов пять тысяч висит. Это шок. Я, когда слушаю историю вашей жизни, я не могу понять. Были промышленным альпинистом, инженер производственно-технического обеспечения. Потом, какие ещё? То есть это всё требует навыков, сил. Как же так получилось, что вы оказались не у дел? Когда произошёл вот этот перелом? Вот этот перелом произошёл буквально, скажем так, по болезни. То есть я сейчас, допустим, полезть на высоту, я уже сомневаюсь в себе, потому что у меня может быть резкий скачок давления. Вот оно что. Расскажите про своё место работы, где вы проработали дольше всего, и у вас там, ну, можно сказать, была какая-нибудь успешная карьера. Больше всего я проработал неофициально. То есть это было в Курске, вот, это была частная фирма тоже. Вот, я работал в ритуалке, сварщиком. Бизнес, по идее, ну, сам по себе, он неутопаемый. А сейчас почему вы не хотите вернуться в ту же сферу? Сварщик – прекрасная специальность. Прыгать там не нужно, лазить на высоту тоже. У меня и руки, и ноги чешутся, вот в Москву сорваться. Ну, я здесь как собачонка привязан. Это мне надо будет, чтобы сорваться в Москву, понимаете, ситуация какая-то. Ну, а почему же раньше? Почему же раньше вы могли в Москве работать, а сейчас не можете? Да вот именно из-за этого, блин, из-за диабета, вот это вот я полностью... Я просто потерялся, я растерялся, я не могу определиться, как мне быть, вот что мне, как мне это самое. С Оксаной, как я понимаю, вы познакомились не так давно. Ну, с 2015 года мы, да, вместе. Получается, 7 лет уже вместе вы, да? И тогда же вы переехали в Торкотино. Да, я прямо с Москвы, я когда открыл, просто в Яндекс посмотрел, что Калуга сама по себе, она входит в пятерку развитых регионов. Я все бросил, я говорю, так, мне Москва не надо, я туда бью. Вот, и на этом, как бы, моя эйфория, приехав сюда, закончилась. Я попал в реальность. И? Ну, с работой здесь, ну как, пока я еще, ну как, не болел, не это, физически это. Я с работой справлялся, блин, везде. За что возьмусь, у меня все получалось. Когда у вас проявился диабет? Впервые? Тяжело сказать, это все дело, у меня, во-первых, он наследственный, вот. Мне мама сколько раз говорила, что там надо провериться. Нужно следить, а вы не следили, конечно же, как многие мужчины за своим здоровьем. Но я знаю, что о диабете. Вы разговаривали с нашим корреспондентом Ириной. Давайте мы послушаем, что Эдуард рассказал. Диабет у меня, видимо, семейный. У мамы сначала брат, потом сестра с мамой. Ну, думал, что я пролечу, и не пролетел, попал. Долгое время не обращался, мне мама все говорила, сходи, проверь сахар, сходи, проверь. Ну, я пошел проверять, у меня сахар 42, то есть там. У меня врач спрашивает, какой у тебя сахар, давай проверим, проверяем она. Срочно в больницу. Я говорю, как я лягу в больницу, я на велосипеде приехал, она вообще сама чуть в обморок не упала. Действительно ли особенности Оксаны и Эдуарда являются такой проблемой при их трудоустройстве? Ну, и Оксана, и Эдуард, в общем-то сказать, можно наши постоянные клиенты. Они у нас неоднократно обращались к нам. В центр занятости. В центр занятости. Получали пособие. Получали пособие, да. И сейчас продолжают получать? Ну, сейчас Оксана не стоит на учете, стоит один Эдуард, но у него сейчас период невыплаты пособия. Пособие тоже, как говорится, постоянно не может платиться. Правительством устанавливается размер максимального и минимального пособия. Если человек пришел к нам с предприятия, и у него имеется 26 календарных недель, то размер пособия назначается ему на полгода. Первые три месяца он получает 75% от заработка, но не выше максимального размера пособия. А потом? А потом, вторые три месяца, 5 тысяч. 5 тысяч. И все это время вы содействуете в трудоустройстве? Ну, конечно. Потом эти выплаты прекращаются? Да, выплаты прекращаются. Человек имеет право стоять на учете год для того, чтобы все-таки искать работу, могли предлагать работу, но без выплаты пособия. Оксана и Эдуард, вот в настоящий момент у вас стоят на учете? Эдуард стоит. А Оксана? Оксана нет, Оксана снялась. Какие предложения за это время они получали? Ну, мы предлагаем, конечно, вакансии у нас в центре занятия. Вот на сегодня, давайте, 94 вакансии. Большинство они находятся либо в Мещевске, либо на территории, которые по транспортной доступности им доступны. Вот где они проживают, Торкотино, здесь когда-то было сельхозпредприятие. Вот в 2018 году оно ликвидировано. И практически работать там негде. Я знаю, что там есть новая современная сидроварня. Ведь в деревне все друг друга знают. Просто пойти к главе предприятия и сказать, возьмите нас на работу, буду делать все, что угодно. Пробовали ли вы трудоустроиться туда? Что получилось? Да, я пробовала. Что центр занятия оказывает содействие в трудоустройстве. И, конечно же... Ну, вы даете направление. И, конечно же, все-таки я считаю, что должна быть в первую очередь заинтересованность самого гражданина работать. Влияет ли то, что Эдуард очень много работал неофициально сейчас на его трудоустройство? Если бы все вот эти его виды работ, промышленный, альпинизм, инженер по производственно-техническому обеспечению, что там еще, сварщик, если бы все это было записано в трудовой книжке, это бы влияло на какие-то места лучшие, которые вы могли бы ему предложить? Вот если бы сейчас посмотреть его книжки Оксаны и Эдуарда, то вот, если бы я была работодателем, да, сложилось впечатление, что люди не хотят работать. Почему? Потому что ни на одном месте у них нету, нигде не проработали год. Месяц, два месяца, три месяца, пять месяцев. Ну, это ладно. У меня все это есть. Это по трудовой книжке, вы понимаете, да. Поэтому работодатели, мы вам верим, что вы работали долго, хорошо, что это было серьезно. Но трудовая книжка, она говорит, к сожалению, против вас, как называют... Вот вы говорите месяц-два, да, месяц-два, там, может, пять месяцев где-то работал, да? Вот как вы говорите. Да, с одной стороны, как это раньше в советское время говорили, таких людей называли «летун». Точно. Так и было. Да, 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 вот реально. Был такой первый. Вы не пожалели о том, что вы соглашались работать без официального устройства? Честно, не жалел. Честно, не жалел. Тем более, когда работодатель кидает на удочку наживку, вот такую, то есть говорит тебе, что ты, допустим, грубо говоря, официально будешь получать 30 тысяч, а не официально 40 тысяч. Понимаете, Эдуард, это вас устраивало на тот момент, пока вы были молодой, у вас не было диабета, правильно? Да, вот это да. А сейчас это же все играет против вас. Если бы кто-то к вам пришел посоветоваться, правильно, 35-летний человек, и сказал бы, вот, Эдуард, предлагают мне вот такую работу и вот такую, официально, там, 30, неофициально даже 50. На что мне соглашаться? Вы бы как посоветовали? Все-таки лучше официально, да? Лучше официально, да. Лучше меньше, но стабильно. Вот. Татьяна Михайловна, мне все-таки кажется, что проблему вот этой семьи нужно рассматривать комплексно. Здесь, конечно, не только проблема работы, а смотрите, сколько еще накручивается. Как вы со стороны, как заведующая отделом соцзащиты, видите эту ситуацию? Ну вот я только могу сказать по тем пособиям, по тем выплатам, которые мы вот заключили с этой семьей. Ну, во-первых, пособия на детей Оксана Анатольевна получать не имеет права, поскольку ребенок находится на полном гособеспечении. Это как это? У нее завтра уже окончаются каникулы, она уезжает в школу, и она там, то есть здесь уже третьего человека в семье нет, пока она учится. Ангелин, это куда ты уезжаешь? Расскажи нам, пожалуйста. Я уезжаю в Мечевскую школу, интернат для слабовидящих. Ну, там сидящий режим обучения в этой школе, полное гособеспечение. Эту семью это устраивает. Ангелин, расскажи, пожалуйста, вот чувствуешь ли ты эту разницу, что в школе иногда могут накормить лучше, чем дома? Ну да, в школе на несколько раз мы едим, где-то пять раз. А дома? Ну, а дома я так... Никогда ты не говоришь маме, что вот в школе было вкуснее? Иногда говорю. Как мы поняли... Пособие уже, да, уже не имеет права. Но мы с ней заключили социальный контакт. Что это означает? С Оксаной Анатольевной. Это означает, что социальный контакт – это мера как бы социальной поддержки для того, чтобы семья... Это как толчок, чтобы семья вышла на самообеспечение. Вот она заключила по социальному основанию это поиск работы. То есть мы месяц ей платим. Платили, вернее, месяц. Потом мы с ней когда разговаривали, потому что к социальному контракту еще составляется программа социальной адаптации. Да, Оксана Анатольевна? Она ее заполняет каждый месяц. Там ей предлагали, вот как я читала, и уборщица, и, значит, что-то еще у тебя предлагали. Там много должностей почитали, и она предлагали. Но ты почему-то никуда не устроилась, чтобы получить еще хотя бы три месяца. Мы объясняли. Да? Ну-ка, давайте поподробнее. Про социальный контракт мы в этой студии говорили. Это новая программа для Калужской области. И я знаю, что там есть несколько направлений. То есть могут заключить как с физическим лицом, как с самозанятым, как с индивидуальным предпринимателем. Как трудная жизненная ситуация, может быть, еще. У Оксаны как трудная жизненная ситуация. Оксана у нас по поиску работы. По поиску работы. Такие условия, если социальный контракт заключается вот на этом основании. По поиску работы. Да. Вот они месяц получают, мы платим. 12 праздничный момент, 12,254. 12 тысяч получает. 12,254. Ну, Оксана сразу наметила завод, на котором она может и хочет работать. А на другие места работы не соглашалась? Пока нет. Оксан, в чем дело? Это на самом деле так? Да, да. Я на тот завод анкеты заполнила. Мы звонили, сказали, что только мужчины требуются. Так, но все-таки. Ведь вам же было бы выгоднее устроиться хотя бы куда-то. Это же ваши выплаты, ваше будущее, ваши записи в трудовой книжке, в конце концов. Вот вас это не беспокоит? Ваша пенсия будущая. Можно я скажу? За нее заступлюсь немножко. А там сказали, что мужчин только оберуются, что женщин там не надо. А больше я не нашла. Так, хорошо, а вы бы тут же Эдуарду переадресовали, и Эдуард быстренько пришел, написал. Писал анкету, я там не рассматриваю еще. Нет. Да, так же, как на птицефабрике. Вы слушаете вот эту историю. В чем вы думаете, проблема Оксаны и Эдуарда? Есть ли из них какой-то выход? Мне кажется, что главные герои достаточно узко вообще, в принципе, рассматривают варианты того, где они могут работать. Я услышала, что у них есть предпочтительные компании. Две. Две. Я тоже это услышала. Ну, все это хотят. Они самые удобные, потому что. Правильно я понимаю, там есть доставка из Торпцина. А так, все, самые удобные варианты, да. Ну, смотрите, есть же, допустим, такой вариант, где работают ваши соседи? Где работают те, кто живут в деревне Торпцина, кроме как на производстве, которое есть в самом Торпцина, да, и кроме того, как ездят, допустим, на завод. Кто в Москве работает, кто где. Есть такая вероятность, что можно кооперироваться с несколькими соседями, условно, да, допустим, 3-4 мужчины, на одной машине и ездить там в тот же Мещовск, или в Калугу, или где-то в Калужскую область. Но для этого нужно договариваться с соседями, Эдуард. Договориться с соседями, да, как у вас с этим? С тем, чтобы договориться с соседями. То есть какой-то сосед, который уже где-то работает, вы приходите к нему и говорите, слушай, вот хочу попробовать вместе с тобой, можем ли мы ездить вместе? Вы будете потом со временем компенсировать, допустим, да, бензин, те же траты на дорогу. То есть и у вас будет, ну, и ему будет экономия, да, потому что ему будет возмещаться часть затрат на бензин от соседа. А это может быть 2-3-4 соседа, так работают очень многие. Что еще бы вы, может, посоветовали Марину нашим героям? Я была в Торпцина летом 2021 года на фестивале. Местный производитель Сидра, да, устраивал фестиваль. Пока он был не глобальный, но я так понимаю, что планы у них большие. Можно вместе с соседями сделать мини-кемпинг какой-то, мини-гостиницу какую-то, да, на территории. Я боюсь, что для этого у Эдуарда и Оксаны не хватает образования и вот каких-то компетенций. Они скорее могут выполнять работу где-то, где им поручат. Да, да, я говорю, это кооперация. А именно организовать самим кемпинг. Это люди, которые с трудом, в общем-то, находят, чтобы им самим поесть. Чтобы повысить конкурентоспособность любого человека на рынке труда, Центр ЗН предлагает пройти по обучению, получить либо новую профессию, либо повысить поэффективу. Вы предлагали Оксане и Эдуарду, например? Оксану и Эдуарду, они отказались оба. Оксан, почему вы отказались? Ну что, вот разве это интересно всю жизнь, например, работать уборщицей? Вы себя никогда не видели кем-то еще, кроме уборщицы? Юлия, наши герои достаточно давно без работы. И мне так кажется, что это немножечко уже отражается на их самовосприятии. Как вы считаете? Ну, однозначно, да, отражается. Есть определенная деформация, да, как в любой профессии есть профессиональная деформация, также есть деформация безработных граждан. Когда человек теряет работу, ты только потерял работу, у тебя страх, да? Страх потери, страх того, что тебе не хватит средств на существование, желание быстрее работу найти. Но проходит время, ты работу не находишь. Вроде ты понимаешь, что уже можно как-то жить и на меньшие деньги. А то уже, может быть, даже и без них, да? Где-то подсобное хозяйство, где-то чем-то перебился, вот как наши герои говорят. И уже происходит такое успокоение, да? Ну и ладно, ну и так. Мы все прекрасно понимаем, что работу найти в районе сложнее, чем в городе. Но ситуация, на самом деле, одинаковая. Что в областном центре экологии, что в других маленьких городках нашей области, да? Желание, гибкость и желание обучаться. И готовность обучаться. Больше, в принципе, ничего не нужно для того, чтобы работу найти. Есть определенный стереотип. Мы будем работать там-то, там-то и там-то. Каждый из нас хотел бы, конечно, чтобы у меня была работа рядом с домом, чтобы там были комфортные условия, чтобы мы хорошо зарабатывали. Но, к сожалению, найти такую работу, это все равно, что выиграть в лотерею, да? Не всегда получается. Значит, все-таки планку надо снижать. Планку транспортной доступности, планку там, не знаю, зарплатную какую-то. Ну, у кого какая ситуация. И готовность обучаться. И одновременно, возможно, повышать планку требований к себе. Естественно, естественно. Нужно как-то меняться, переобучаться, приобретать какие-то новые навыки, которых раньше не было. Готовность обязательно получать новые навыки, знания и так далее. Это не единственная история, когда люди долго не могут найти работу. С одним из клиентов центра занятости, чья история трудоустройства была не столь идеальна и благополучна, мне удалось поговорить. В основном не берутся за то, что возраст. Ну, человек, я не понимаю. Заходишь просто на собеседование, спрашивают, а возраст у вас какой? 50 только сказал, а дальше не надо, до свидания. Вообще разговаривать не хотят. Я не понимаю, вам возраст нужен или работа от меня? Когда у вас не получилось на одном предприятии, вас попросили уволиться, потом на другом, вроде сначала взяли, потом нет. Что вы почувствовали? Да, конечно, зачарование. У вас было такое чувство, что, может быть, вы и не найдете уже работу? Было. Не, ну, такого не было. Я-то, товарищ такой, как ты сказал, упрямый в этом отношении. Я добьюсь. Вообще, ищущий да обрящет. Такая история вас вдохновляет? Конечно, вдохновляет. С удовольствием. То есть, допустим, еще работу, подборку по интернету, по калуке. Вот и для жены, и для себя. Вопрос только, требуются люди? Да, требуются. Вот. Вопрос только доходит. Вот, да, и зарплата устраивает, нас, допустим, устраивает. Вот. И условия работы устраивает. Вот. Мы находимся территориально там-то. Вопрос, как с проживанием? Ребят, с проживанием никак. Все, хлоп, до свидания. Я ведь тоже посмотрела, что в районе вашего Торкотина находится. Помимо сидробарни, которую мы уже упоминали, из которой у вас не сложилось, есть асфальтобетонный завод, есть пилорама. На пилораме работали? Ах, где-то. Пробовали устроиться? А кого где-то? Это гугл-карты показывают то, что есть в районе вашего Торкотина. И есть гончарный завод. То есть, если бы я вдруг жила в Торкотина, я бы в первую очередь смотрела бы вот эти... Вот гончарные как раз созвонились, дозвонились, приехали. Вот быстренько машину, там через день, короче, на следующий день мы приезжаем. Вот, он говорит, ребята, говорит, вы извините, конечно, ну, я взял, говорит, здесь вот именно смещен. То есть вы считаете, что в результате вас туда не взяли, потому что вы далеко живете? Совершенно верно, да. Но, знаете, хочу сказать, Эдуард, что о вашей проблеме мы разговаривали с главой Мещовского района. И давайте послушаем, что он нам рассказал. У него есть возможность работать. В принципе, не задерживался долг, много раз отказывался от работы, которую мы предлагали. Очень сложный момент. Такие люди были и в советское время. Правда, там статья у нас была такая за тунеядство. Есть такой бизнес очень хороший. Они занимаются тем, что живут на пособия, на льгот и хорошо существуют. У меня работают работники, они там за 17-17 тысяч. А есть люди получают пособия по 20-30 тысяч. Ну и зачем им работать? Это наша боль. Наверное, здесь политика государства немножко не в ту сторону идет. Деревнями они как-то в том направлении двигаются. Хотя, конечно, урбанизация это хорошо. Но урбанизация идет за счет чего? За счет деревень. Если в деревнях никого не останется, кормить-то город кто будет? Первое, что надо делать, людей любить. А если ты любишь человека, то им надо помогать. У нас других людей нет. Это наши самые люди, самые прекрасные, что у нас есть с вами. Им надо помогать. Просто надо помочь человеку, чтобы он встал на ноги и дальше двигался. Как мы с вами слышим, Владислав Георгиевич настроен помочь людям в целом и данной семье в частности. Но при этом отмечает, что есть целая политика, когда люди более склонны получать пособия и выбирать вот этот путь жизненных пособий. Татьяна Михайловна, насколько это вообще популярно? Мы 30 контрактов заключили социальных только по поиску работы. Как был у Оксаны? Да. А сейчас Оксанин контракт продлен? Или вы не смогли? Нет, мы не можем продлить, она не трудоустроилась. А сколько он продолжился? Он может заключаться на 6 месяцев, может на 9. Потому что когда мы ставим программу социальной адаптации, мы всегда с ним беседуем. На каком режиме, в какое время вы можете трудоустроиться? Кстати, мы вот этому молодому человеку тоже предлагали социальный контракт. Он сказал, я оформляю инвалидность, мне не надо. Вот с Оксаной заключайте. Да, на то, что... А можно ли инвалидность и одновременно социальный контракт? Это возможно? Но ведь действительно, когда диабет с высокими хохорами некомпенсирован, это действительно сложная ситуация. Нужно подтвердить медицинскими документами, что диабет сложно. Как вы считаете, вот Эдуарду и Оксане, что сейчас стоит предпринять? Ничего пока. Надо трудоустраиваться и все. Вот этот самый Эдуард стоит в занятости. По-моему, с 1 апреля у него начнется выплата. Он к нам потом придет. И мы как-то эту ситуацию рассмотрим. Но все дело в том, что сейчас этот срок пока... У него только в 2021 году был контракт. Он еще идет, как бы, срок-то. Мы должны его мониторить, как бы, эту ситуацию. Но мониторить здесь вот практически здесь нечего. Потому что она не работает. И никакого дохода, никакого увеличения. И семья не выходит из струны жизненной ситуации. То есть 30 человек, с которым был заключен контракт в 16-е, уже нашли работу. Остальные тоже пытаются, как говорят, стараются, и мы им помогаем. Вот, а Оксана, она снялась с учета. Она не хочет, чтобы ей помогали искать работу даже если... Оксана, вы не хотите? Хочется. Вы хотите? Не добираться туда, в Мещевск. У нас автобус среда и пятница ездит. Ну, зато три дня в неделю следает и пятница. Или два дня. Два дня. Два дня. Ну, за два дня можно и работать в Мещевске. Где такую работу найти? Можно еще рассматривать один вариант. Это сохранение, либо самозанятостью заниматься, либо индивидуальной предпринимательской деятельностью. Здесь тоже Центр занятости оказывает помощь в размере 96 тысяч рублей. Ну, мы предлагали этот вариант, но здесь, конечно, тоже надо, должен быть разработан бизнес-план. Определены конкретно, просто что вы хотите производить там, допустим... Понимаете, дело в чем? Для этого же тоже нужно обладать определенными личностными качествами. Оксана, вы когда-нибудь в своей жизни что-нибудь продавали? Вот чтобы вы, например, что-то вырастили, или, например, навязали каких-нибудь салфеток, нашили скатерти, не знаю, шторочек и продали. Нет. Вы предприниматель, вы ощущаете себя предпринимателем? Эдуард, а вы? Я как-то тут лежал в больнице, открываю планшет, посмотрел по планшету, вот. Авоськи, старые советские авоськи. Быстро посмотрел, никогда не плел, быстро посмотрел, как делается все. Ну, с трудом, кое-как, со слезами на глазах, сделал, изготовил 10 штук. Так, и их получилось реализовать. Поехал в Мещовск, ну, и я их продал. Продал, конечно, ну, так, грубо говоря, за чисто символическую сумму. Это сейчас, кстати, очень модно. Нет, это очень интересно, понимаете, в чем дело. Вот начало вашей деятельности. Вы знаете, что для того, чтобы стать самозанятым, нужно установить программу на смартфон, и вы становитесь самозанятым? Что меня больше всего отбило в этой теме, во-первых, они мне правильно тоже сказали. Ну, как у тебя получилось там реализовать, ну, девчонки вот, с службы занятости. Как у тебя получилось реализовать? Ты доволен тем, как ты это? Я говорю, ну, честно говоря, я говорю, слабо прошло. Ну, я говорю, мне пришлось впарить, я говорю, ребята, я говорю, люди, я говорю, советские авоськи. Ну, меня так раз-раз и разобрали. Вы об этом думали, но видели очень много проблем, с которыми вы не можете справиться. Да, да, да. Когда вот таким людям говорят, а давайте вы организуете свой бизнес. Мне кажется, это все-таки, ну, такая небольшая утопия. Марина, ну, вот вы все-таки... Это провокация больше. Ну, смотрите, да, оказывается, у человека есть какая-то, признавательская жилка? У Эдуарда есть, да. Я хочу сказать, во-первых, что возраст... Если бы Ангелина и Оксана плели, например, о воске, а Эдуард бы реализовывал, возможно, было бы у них что-нибудь и получилось. Кстати, тема такая была дома, мы сидели на эту тему, рассуждали. Кстати, да, и, конечно же, всегда нужно подтягивать свои компетенции, немножечко учиться. В плане предпринимательской деятельности, да, есть огромное количество поддержек от центра занятости, от агентства развития бизнеса. Ну, об этом надо знать. Эдуард и Оксана не знают, что они могут прийти в какой-то там центр поддержки бизнеса. Они себя не видят с этой стороны. Оксана всегда мыла ящики, понимаете? Она себя так и рассматривает, какую она работу ищет, что-нибудь помыть. Правильно, Оксана? Вот. Не нужно ограничиваться тем опытом, который есть у вас сейчас. Подумайте, что бы вы еще, в принципе, могли бы делать, как это можно как-то реализовать на работодателя или на себя, да? Центр занятости действительно обучает новым профессиям разным. Это там не только ногти или что-то, там может быть что-то... И какие-то социальные профессии, да, там нужны сиделки, например. Это тоже работа, которая... Это Оксана умеет. Да, да, где не нужен высокий рост, да, и это нужно вот здесь и сейчас. Сиделок всегда очень не хватает. Может быть, действительно рассмотреть такую возможность для Оксаны? И наверняка есть такая работа с неполной занятостью вот в ту самую среду и в пятницу, когда она могла бы приезжать в Мещовск. Ну, я поговорю на эту тему с социальной службой. Мы запросили Министерство труда и социальной защиты, и давайте послушаем, какие варианты они вам предлагают. А вы скажете, подходит вам этот вид занятости или нет? Бабынинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста. Оксана, это то, что вы умеете. Подсобный рабочий, образование 9 классов достаточно, и размер заработной платы от 9340 рублей, и там требуется неполный рабочий день. Это для мужчины работа. Для мужчины работа, да? Эдуард, вы бы такую работу для себя рассмотрели? Без проблем. Мещовская райпо, уборщик, буфетчик, продавец. Если это в поселке Владимир, как это вам подходит? Можно я скажу? Я связывался с работодателем, лично я связывался с работодателями, которые непосредственно работодателя курируют молодежной. Да, надо, действительно надо. Вы согласны? Я говорю, допустим, нет. Но единственное, что я говорю, я в кассовый аппарат, я говорю, извините, вы не подходите, мне нужен человек, который уже упакован с этими знаниями. А вы бы пришли в центр занятости и сказали бы, научите меня обращаться с кассовым аппаратом. Вам не приходит это в голову? Вот послушайте, я вижу вот какую проблему. То есть вам сказали что-то, что вы не умеете. Вы подумали, да, я правда не умею. Ну это действительно да. Я ушел в тот момент, когда мне предлагал в центр занятости обучиться на оператора газовых котельных. Так. И что же вас остановила прекрасная работа? Вот лето, ну грубо говоря, самый такой сезон. Тут и грибы, тут и... Тут плаваешь просто, понимаете, тут плывешь прямо это самое, мимо кодом. Грибы, яблоки, о, халтура есть. Халтуру подобрал. Эдуард, я здесь вижу, я здесь вижу ту же самую историю, как когда вы соглашались на 40 неофициальных тысяч вместо 30 официальных. Вы чувствуете, как это вам по жизни мешает? Так оно и мешает, совершенно верно. У меня вот как-то, видимо, я уже со временем столбнулся на вот этой теме. Ага, лучше вот это. ЦАП за это. А завтрашнего дня, только это уже сейчас, когда уже приземляться начал. Когда вот уже вот именно, ну, уже чувствую, что неправильно все это. Эдуард, вам нужно научиться думать не только о сегодняшнем дне, не только о том, как сегодня поесть бошь на куриных желудках, но и о том, что вы будете есть завтра и через неделю, и где будет в будущем учиться Ангелина. Она же не всегда будет в Мещевском интернате на бошьобеспечении. Давайте я вам сейчас коротко назову, какие еще варианты трудоустройства предлагает Мещевский район, а вы обещаете подумать. Итак, есть вариант. Агломератчик, это переобработка полиэтиленовой пленки, машинист экструдера, аппаратчик изготовления пленочных материалов, зарплата до 15 тысяч рублей. Мне кажется, Эдуард, это может быть ваш вариант. А также почта России, почтальон. Оксан, почему бы и нет? Подумайте об этом. А где именно эта почта? Молодежный. Молодежный. А мне туда как добираться? Да, это шередно там. Километра 4, это, ну, может быть, 5. И до Стеллы, и после Стеллы. Я думаю, тоже не такое-то большое состояние. И там плюс 3, где-то 9. Зато рядом, ну, нет в Торкоте на работу. Ну, нет, ну, рядом-то есть. 8-9. Почтальон, это очень хорошая работа. Есть проблемы с целеполаганием, да? Это началось, видимо, еще с детства, где-то там, с подросткового возраста. Эдуард сразу не получил профессию. Эдуард хватался за предлагаемую работу, не думая, что будет впереди. Сейчас вы поняли, да, что нужно уже смотреть на несколько шагов вперед, чтобы все-таки как-то себя обезопасить. Тот же оператор Котильный, ну, прошло лето, но вы же выучились-то не целый день, да, и успели бы и грибочки пособирать, и поучиться. А потом у вас вся зима, пожалуйста, работа посменная, и добираться, может быть, проще. Если предложение Нины Дмитриевны еще в силе, я думаю, что Эдуард может его рассмотреть. Мне очень понравилось все-таки, что у Эдуарда есть немножечко какие-то зачатки предпринимательства. Что-то такое есть. Вот у него глаза прям загораются, да, когда он об этом говорит. Есть курсы предпринимательские. Я понимаю, что без образования, без опыта предпринимательской деятельности это очень сложно. Но Эдуард живет на земле. На земле можно много чего вырастить, да? Наверное, это тоже можно обдумать. Не зацикливаться, смотреть очень широко. Знаете, я вижу, в чем, наверное, функция государственных органов. Иногда кажется, что вот, может быть, нам бы других людей. Другие люди какие-то были бы лучше. Но нет других людей. Есть такие. Нам нужно этих вдохновлять, взращивать и помогать им строить их же собственное лучшее будущее. Я просто знаю, Оксана Анатольевна, она очень трудолюбивый человек. В общем, у них потенциал есть начать, ну, как бы заново учиться. Потому что семья все-таки, Эдуард, семья, я не один. Вот, и девочка, и жена. Надо учиться. Помогать мы всегда можем вам, сможем приходить в любое время. Образ, который приходит мне на память прямо сейчас, это тот самый Мюнхгаузен, который мудрился вытащить себя из болота за косичку вместе с конем. Даже если у вас сейчас не самые хорошие времена. Смотрите на два-три шага вперед. И смотрите в будущее с оптимизмом. Субтитры подогнал «Симон»